Здравствуйте! В эфире православная энциклопедия. В наших программах мы не раз касались очень острой и болезненной темы наркомании. В нашей стране ежегодно от наркотиков умирают около 100 тысяч человек, и в основном это молодежь. Наш гость – настоятель Новосибирского собора во имя благоверного князя Александра Невского, протере Александр Новопашин, который много лет занимается помощью наркозависимым и использует для этого самые разные средства. Сколько времени вы употребляли наркотики? Первый раз около трех лет, и через пять лет был повторный срыв. То есть встретила людей, которые вот это употребляли, а так как я бывшая наркоманка, меня подсадить было очень легко, и люди просто этим воспользовались. И какая цель у этих людей? Деньги. Деньги. Когда вы поняли, что с этим надо кончать? Я действительно уже дошла до точки дальше или смерть, то есть дальше идти уже некуда. Или я буду выкарабкиваться, или я просто отправляюсь на тот свет. По данным Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, количество наркоманов в России за год снизилось на 500 тысяч. С восьми с половиной миллионов до восьми. С одной стороны, обе цифры ужасают, а с другой могут оставить человека и равнодушным, если это не касается его лично, его сына или дочери. Меня это не касается. Так называется фильм, который снял по собственному сценарию протоиерей Александр Новопашин. Этот фильм не показывали ни в кинотеатрах, ни по телевидению, но его посмотрело уже большое количество зрителей, в том числе и в интернете. Подростки, их родители, врачи, работники наркоконтроля, сотрудники реабилитационных центров и светских, и церковных. Многие обращаются к отцу Александру с просьбой показать этот фильм в самых разных аудиториях. И он разрешает. Бесплатно. Потому что считает, что эта проблема касается не только его. Свали отсюда! В первую общину для наркозависимых Настоятель Новосибирского Александра Невского собора создал в 2004 году. Деревенский дом в 80 километрах от Новосибирска пожертвовал прихожаням. Сейчас в Новосибирской области таких общин шесть. Пять мужских и одна женская. Живут группами по 16-20 человек. Много работают. У них свое хозяйство. Занимаются спортом. Ведь их наставник штангист, чемпион Новосибирской области, призер Кубка мира. Но главное, уповают на волю Божию. Потому что на себе испытали, что без нее у них ничего не получится. Потому и молятся, и причащаются, и просят Бога не оставлять их. Было бы лукавством сказать, что излечиваются все. Но процент достаточно высокий. Да и берет отец Александр не каждого, а только убедившись, что это не результат уговоров или угроз родителей, а собственное искреннее желание и готовность к тяжелому ежедневному труду. И не столько физическому, сколько духовному. И не год, и не два, а всю жизнь. Если бы протоиерей Александр Новопашин снимал фильм о себе, он мог бы назвать его «Меня это касается». Среди знаков признания его деятельности церковных и светских есть и высшая награда Федеральной службы Госнаркоконтроля Российской Федерации – медаль «За содействие». Наш гость – настоятель Новосибирского собора во имя благоверного князя Александра Невского протеерей Александр Новопашин. Здравствуйте, отец Александр. Добрый день. Вы уже много лет занимаетесь реабилитацией наркозависимых, у вас очень большой опыт. А почему вдруг вам пришла в голову идея снять об этом фильм? Раз других средств для этого не хватает уже? Ну, конечно, не хватает. Поскольку в нашей стране очень серьезно хромает профилактика такой проблемы, как наркомания, не хватает ни материалов, ни книг, ни статей, хотя об этом говорят, пишут, вроде бы какие-то передачи выходят, но все равно этого катастрофически не хватает. И поскольку, как вы справедливо отметили, уже, можно сказать, 10 лет в нашей епархии занимается реабилитацией наркозависимых, одно из направлений – это не только реабилитация, но и профилактика. Мы встречаемся в школах с учащимися, встречаемся со студентами в вузах, встречаемся на нейтральных площадках и в учебных заведениях и проводим беседы на тему, что такое наркомания, какие бывают проблемы, какие последствия, что к этому приводит. Беседуем с сослушателями. И, конечно, для этого нам катастрофически лично тоже не хватало, ну, скажем так, иллюстративного материала. Наверное, объем того материала, который во мне уже сложился, за этот многолетний период работы в этой, на этом поле, достиг такой критической массы, что, пожалуй, не снять что-то или не сказать об этом достаточно громко и, может быть, необычно, уже было невозможно. Папочка! А у меня складывается впечатление, что вся эта проблема просто раздута. Ты знаешь, я тебе что скажу? Я ведь примерно тоже так говорил до тех пор, пока не оказалось, что называется, в материале. Ну, пока не стал знакомиться с делами, со всеми этими историями. Я ведь и сам раньше так думал. Вообще люди ведут себя как-то странно. Ты понимаешь, вот, ну, кроме вовлеченных, там, я имею в виду, врачей, юристов, милиционеров, силовые структуры, родственники наркоманов, они поначалу не воспринимают это как часть своей жизни. Понимаешь? И только тогда, когда с человеком случается беда или с его родственником, тогда человек замыкается в своем горе и пытается единолично решить эту проблему. Фильм называется «Меня это не касается». «Вас это касается». А почему фильм так называется? Ну, вначале, как всегда, было совершенно иное рабочее, название управления госнарконтроля, учитывая мой небольшой опыт в создании документального кино, обратилась ко мне создать очередное документальное короткометражное кино для профилактической работы. Я и засел за сценарий, который, в конце концов, перерос в сценарий игрового кино, короткометражного, а уже на площадке это все улилось в полный метр. И когда я задал вопрос, на какие средства снимать, поскольку все-таки художественное произведение требует определенных затрат, но на это я увидел только, как разводят руками, говорят, средств на это нет. В казне, ну и, естественно, я пошел с протянутой рукой по разным инстанциям. Как правило, мне пришлось слышать именно такие слова. Вы знаете, «Нашу семью это не касается», «Нас это не касается», «Это не моя тема» и так далее. Таким образом, родилось и название фильма. Как это странно слышать. Такое ощущение, что на сегодняшний день, что это одна из самых главных проблем вот нашего общества, самая болезненная и наименее разрешенная на сегодняшний день. Ведь как у нас думают люди, «Это проблема не моей семьи, это где-то далеко, но это беда, она стоит на пороге каждого дома. Охота-то идет ведь за всеми нами, поскольку наркобизнес это огромный финансовый поток, доставляя тем, кто торгует... Самый окупаемый бизнес, который существует в мире. Безусловно, да. Считается, что он в несколько раз превосходит мировой доход автопрома, машиностроения. И в данном случае, конечно, бороться нужно не только с последствиями, но и на опережение. Смотри, что я вчера попробовала. Кое-что новенькое. Вообще офигенная штука. На двоих хватит? Ты ведь не нюхаешь. Да не парься, нормально, давай. Ах, что вы делаете? Руку выпусти! Руку выпусти! Граждане отдыхающие, работает наркоконтроль. Всем оставаться на своих местах. Ну-ка, телефон на место положил. Всем! Чье это? Понятия не имею. Вы священник. Казалось бы, ну зачем вам писать сценарии для фильма? Зачем вам вообще об этом думать? Во что, другой работы нет? Ну, прежде всего, киноплощадка для меня это как раз кафедра для проповеди. На тех профилактических беседах все равно круг слушателей ограничен. Актеры вашего фильма это бывшие наркоманы? Там три профессионала актера играют. Юрий Беляев, заслуженный артист России, Виталий Гудков, который сыграл молодого человека, одного из главных персонажей, человека, который прошел через наркотическую зависимость. И одна из девушек, ну, второстепенная, скажем так, роль, которая вовлекает в наркоманию дочь главного персонажа фильма. Пожалуй, все. Остальные все сыграли сами себя. Спецназ, полиция играет в спецназ, наркоманы играют наркоманов, врачи-врачей, студенты-студентов. И все снималось на натуре. Ничего не снималось в студии, в павильонах, даже наркопритон в начале фильма снимался в настоящем наркопритоне, который накануне был просто прикрыт наркополицией. Я попросил, пожалуйста, ничего не меняйте, ничего не передвигайте, ничего не трогайте, оставьте мне в том виде, в каком это все выглядит. Пришлось, правда, все после съемок себя перестирать, включая «Верхнюю надежду». Настолько это страшно, грязно, ужасно, само вот это место, как духовно, так и материально. И поэтому в известном смысле, я думаю, этот фильм можно назвать и документальным, поскольку все, сложно сказать, играли сами себя. Наверное, заново проживали тот период жизни, который они в свое время проходили. И даже вот врач в конце фильма, это тоже настоящий врач, это не актер, это мой близкий друг, Дмитрий Индинок, я его попросил, он врач по профессии, пожалуйста, не старайся играть в врача, будь самим собой. Света Ефремова, в 20 лет, поступила сегодня в состояние острого наркотического психоза. Какого? Наркотического, вследствие приема синтетических наркотиков, которые вызывают острый психоз. В состоянии этого психоза она пыталась нанести себе травму, зубами пыталась перегрызть запястья в области вен. Я правильно вас понял? Она неоднократно принимала наркотики? Ну, конечно, это не первый раз. Мы не можем сказать, как долго, когда, но то, что это хроническая наркомания, это 100%. Такие синтетические наркотики вызывают не только острое нарушение психики, но и вообще повреждают вещество головного мозга, поэтому лечение будет длительным, серьезным, а каков прогноз, я пока не знаю. В любом случае настраивайтесь на долгое, терпеливое лечение. Слушайте, а зачем вам вообще все это, а? Так получилось, я случайно узнал об этой проблеме. Никогда не относился к ней как к своей так, что-то такое знал про это. Никогда не касался. Герой Юрия Беляева, журналист, задумал книгу о наркоманах, но даже и не подозревает, что эта беда подстерегает его самого. Я к предложению отца Александра отношусь так высокопарно выражаясь как к благодати, как к возможности сделать что-нибудь для людей страдающих. Я очень сочувствую тем, кто подсел на наркотики, потому что это гибель. Я видел эти кадры, когда молодые люди, 20-30-летние, проедают свою плоть до костей, потому что мозг перестает быть человеческим. Все коллизии фильма развиваются в обычном российском городке, где есть и наркоманы, и те, кто делает на них деньги, и те, кто не верит в опасность этой зависимости до тех пор, пока не попадет в ее сети, и те, кто с нее справился и в кино, и в жизни. Бывший наркоман это человек, который находится под обстрелом наркотиков еще в большей степени, чем человек, который никогда их не принимал. Срыв всегда возможен, катастрофа всегда может произойти. И мужество, необходимое для обыкновенной жизни, там, по моему представлению, увеличено многократно. Ну, как можно не помогать этим людям? Я знаю, что я преступник, и мне нет прощения. Я потерял всех близких, любимых, и все это сделал я. Да, я вышел из зависимости, захлопнув за собой дверь, но насколько плотно, и все же для себя я нашел выход. Я переезжаю. Здесь слишком много прошлого. А как повлияло на ваших подопечных, те, кто принимали участие в фильме, актеров, вот эта вот сама атмосфера фильма, не потянула ли их на старое из-за этого? Не стали ли они опять как-то возвращаться к тому, что уже было пережито? Наоборот, как сами они говорят, это была форма покаяния. Это была помощь тем, точнее нет, это был призыв к тем людям, которые будут смотреть фильм, чтобы они не наступали на те же грабли, на которые они в свое время наступили. Автором идеи фильма Артур Гришкевич, молодой человек, американец, который прошел у нас реабилитацию, принял православие, принял российское гражданство, был и стал. Вот, ассистенты режиссера, все мои тоже ребята были, реабилитанты, бывшие, а теперь уже сотрудники профилактического отдела. Те ребята, которые изображали наркоманов, это тоже бывшие или настоящие, в настоящее время реабилитанты, все старались вложить свой, пусть даже печальный опыт в создание этого фильма, точнее, и изложить это на экране, для того, чтобы показать всю эту страшную, вот этот, весь этот страшный мир наркотиков, чтобы не было иллюзий на сей счет, потому что, к сожалению, многие молодые люди еще в розовых очках на это смотрят. Субтитры создавал DimaTorzok в фильме одна из героинь говорит, ну, многие считают, что это слишком раздутая эта тема, слишком много нагнетается ужасов, на самом деле это все не так, вот у меня тот мальчик принимал такое-то время наркотики, захотел и бросил, в любой момент я могу соскочить с иглы и так далее, да нет, конечно, выходов из этого тупика немного, больница, могила, инвалидное кресло, тюрьма, и лишь в немногих случаях действительно с помощью Божией можно выбраться из этой наркотической ямы, но для этого необходимо огромное количество усилий, помощь близких, помощь Божия, поэтому самое главное в этой ситуации просто даже не пытаться пробовать лезть в этот капкан. Фильм с открытым финалом, это специально моя задумка была, для того, чтобы было как раз о чем поговорить и задать вопрос, а что дальше, а что бы я делал в этом случае, а что бы мы, наша семья, делали в этом случае, если бы вот так вот все сложилось. Привет. Как прошла встреча? Да нормально, отец все учит жизни, видимо, наверстывает упущенное. Родителей надо слушать. Ну да. Что это? Средства от скуки. Иногда ведь можно позволить себе кое-что для удовольствия. Мы же с тобой договаривались, что тебе еще нужно от жизни, чтобы не пользоваться этой ерундой. Но это ведь так, несерьезно. Да. Чтоб этого больше не было. Фильм был показан во многих регионах, и России, и даже за рубежом. Кто зрители этого фильма? Зрители – самая широкая аудитория. Это и взрослые поколения, это родители, это и подростки, школьники и студенты. Фильм изначально и задумывался как приглашение к разговору, как предмет для обсуждения этой темы. Почему он такой сжатый, достаточно короткий, все-таки, час, почему он такой спрессованный, почему он такой динамичный, чтобы во время просмотра подросток не уставал, и оставалось время еще для того, чтобы побеседовать. А какая аудитория самая отзывчивая? Самая отзывчивая, пожалуй, это вот именно старшеклассники, студенты. Но надо сказать, вот в Ауанском университете проходил месяц назад съезд руководителей реабилитационных центров русской православной церкви. Я встретился с ребятами из волонтерских групп движения, которые занимаются, молодежное движение Баумского университета, занимаются социальными проектами и так далее. Они сказали, мы несколько раз уже сами просматривали, показывали для студентов вуза этот фильм, вызывает самый широкий отклик и самое главное, что действительно идут очень оживленные обсуждения. Вот для этого, собственно, фильм и создавался. Не для эстетического какого-то усложнения или посмотреть, развлечься, хотя фильм снят, скажем так, в жанре экшн, говоря современным языком. Вы назвали свое отношение к фильму и идею создания фильма прежде всего проповедью. Да. Ну, вот как вы оцениваете, эта проповедь оказалась услышанной, эта проповедь оказалась действенной, эта форма разговора с сегодняшним миром, она действительно адекватна тому, что мы хотим? по крайней мере, по крайней мере, есть обратная связь, будь то интернет, будь то личные встречи. Вот я как раз об этом хотел сказать, потому что, когда священник произносит проповедь в храме, не совсем понятно, насколько его услышали. Мы не знаем, как нам, как наше слово отозвалось в сердцах людей. Мы очень рассчитываем на это, да, но вот обратной связи мы, ну, не всегда мы ее имеем, а здесь? По крайней мере, если обсуждается эта тема после просмотра фильма, если это заставляет о чем-то подумать, если это заставляет делать какие-то шаги в лучшую сторону, это уже добрая реакция, это уже положительная реакция, и, естественно, поскольку все понимали, что этот проект не просто благотворительный, а его цели, его назначения, его задачи, все понимали, чтобы как-то помочь тем ребятам и тем людям, которые будут смотреть, чтобы они действительно поняли всю опасность, которая подстерегает наших детей, наших соседей, наши семьи на улицах, на подъездах, на площадках, переходах метро. Все старались сниматься в фильме вот искренно, безвозмездно, так как Юрий Беляев, все снимались бесплатно, все старались от всей души, видимо, потому так искренно и получилось все в фильме и в самой этой работе все сложилось, без денег, в очень краткий временной период. Сколько? Сколько мы снимали? Но два месяца шли съемки. Спасибо вам большое, отец Александр, за такой интересный и очень важный разговор. Я желаю вам помощи Божьей в ваших пастырских и творческих трудах. Спасибо, Господи. Наша программа подошла к концу. Мы встретимся с вами через неделю. Всего вам доброго. Храни вас Господь. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok